Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом налогообложения религиозных организаций. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И в данном письме был задан вопрос общий о том, какие налоги необходимо уплачивать религиозным организациям, ну и какие особенности существуют. Рассматривая данный вопрос, в целом Минфин исходит из того, что религиозные организации, как правило, облагаются в общеустановленном порядке. Правда, существуют определенные нормы, которые устанавливают исключения в отношении религиозных организаций. Например, по налогу на добавленную стоимость, Минфин, как я уже сказал, указывает, что вообще операции религиозной организации, они облагаются НДС в общеустановленном порядке. Но, например, предметы религиозного культа, а также религиозная литература, в том случае, если она реализуется, она не облагается НДС. Что касается налога на прибыль, то, опять же, по общему правилу применяются все нормы, которые существуют во главе 25 Налогового кодекса. Но есть также специальные нормы, связанные с тем, что, например, доходы от религиозных обрядов, церемоний, а также от продажи литературы, предметов религиозного культа, они не облагаются налогом на прибыль. Кроме того, не облагаются налогом на прибыль поступления, направленные на осуществление уставной деятельности религиозных организаций, а также пожертвования. Что касается налога на имущество, то, помимо общего вывода о том, что по общему правилу имущество религиозных организаций, а также транспортные средства облагаются имущественными налогами, Минфин обращает внимание, что в том случае, если имущество носит такой целенаправленный характер и используется исключительно в религиозной деятельности, то оно не облагается налогом на имущество организации. Что касается земельного налога, то в данном случае, если земля занята строением, которое предназначено для отправления религиозного культа, то в этом случае также установлена льгота, которая позволяет не уплачивать земельный налог. Самое интересное – это применительно к страховым взносам. Здесь Минфин делает общий вывод о том, что в том случае, если осуществляется выплата религиозной организации в пользу физических лиц, то такие выплаты облагаются страховыми взносами. При этом каких-либо специальных норм в главе о страховых взносах, которые бы касались религиозных организаций, соответственно, таких норм нет. Таким образом, религиозным организациям необходимо принять во внимание данное разъяснение в целях правильного определения своих налоговых обязательств. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова